День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушек. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Всем доброго дня, доброго утра. Начинается программа Климат-контроль. И с нами на прямой связи учёный, журналист, популяризатор науки Константин Рангс. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Нас Шунин не оставил наказ. Как раньше давали, вот говорит, спроси обязательно у нас, что творится вообще в мире, что за безобразие, какие... Вот нас ждёт климатическая катастрофа, звучит в нашем ролике. На самом деле, вот такое ощущение, что она уже началась, уже в полном разгаре, потому что то, что происходит сейчас по Европе, конечно, иначе как каким-то, ну, катастрофой не назовёшь. Ну, может быть, начнём сначала с нашей погоды, сколько продлится ещё вот эта благословенная, а кому-то и не очень жара, и что нас ждёт дальше? Похолодание, дожди или какие-то другие катаклизмы? Ну, судя по всему, до нас дойдёт вот эта самая волна, дойдёт фронт похолодания, дожди, который вот идёт с Запада, с Западной Европы. Это ожидается... Сначала говорили в воскресенье, сейчас уже в Европе расчёт идёт, что, скорее всего, понедельник, вторник, среда похолодает аж до 23-24 градусов. Вот, похолодает, да, и пройдут осадки, обильные. Ветер будет, ветер уже в воскресенье ожидается. Ну, а затем, как бы, произойдёт откат, потому что заново опять восстановится зона повышенного давления, и температура повысится, но не слишком сильно, до каких-то там 28 градусов. Ну, в общем, вот такие перспективы на ближайшие 10 дней. Причём самое интересное, что дальние перспективы, которые предлагают немецкие метеорологи, они вообще считаются у нас здесь в Европе королями прогноза, они говорят о том, что и сентябрь захватим, сентябрь захватим. Ну, в общем, там уже как-то особо никто этому не радуется. Посмотрите, что ведь происходит. То, о чём говорили учёные ещё лет 15 назад, что глобальное потепление – это не то, что бананы растут, потому что мы в каких-то экваториальных тропиках окажемся. Нет, будет происходить что-то совершенно невообразимое. То есть погода будет качаться, как на качеле. То у нас сушь, вот как сейчас в Европе было, больше полутора месяцев, ну полная сушь, реки пересохли, появились так называемые камни смерти. Эти записи. Да, что такое камни смерти? Уже довольно давно люди обратили внимание, что когда рейн пересыхает до определённого, но не только и другие реки, до определённого, так скажем, до определённого уровня, из воды появляются камни. Вот это означает, что не будет еды, осенью не будет урожая, зимой начнётся голод, и к весне выживут далеко не все. И поэтому тогда на них, на этих камнях, просто стали выбивать вот эти мудрые слова о том, что готовься к кончине. Как говорится, не проживёшь ты эту зиму. И вот сейчас эти камни опять выползли. Ну ладно, сейчас можно из-за границы доставить продукты питания, но вот проблема, что ведь нужно же перевозить и уголь, и многие грузы по рекам. Европа очень связана с водно-речным транспортом, и он как раз буквально останавливается. Чтобы хоть что-то могло пройти баржа, её нельзя полностью нагружать. В общем, всё было жарко, сухо, пока не пришёл фронт из Атлантики. И вот последние сообщения, вот я сейчас утром Евроньюз смотрел. Боже ты мой, что творится на Корсике? Там же порывы ветра были со скоростью более 200 км в час. Точно уже известно, что 5 человек погибло, 20 человек серьёзно пострадало, но это не последние данные. А тут же опять во Франции что произошло? То было сушь, сушь, а потом ударили дожди. Думаете, эти дожди кого-то радуют особенно? Нет. Пересохшая земля не впитывает воду. Дожди должны были быть, знаете, такие приятно мягкие, чтобы в течение нескольких дней промочить почву, и тогда бы она стала эту влагу больше впитывать. А сейчас получается, что воды выпало сразу много, и эта вода стремительно стекла, вот, и в том числе на улице курортных городов вообще кадры совершенно жуткова. Из Италии, например, вот можно увидеть кадры, что там творилось с колёсом обозрения. В общем, это очень серьёзная вещь, тем более, что сейчас это пройдёт, и опять будет жара, пылища и всё такое прочее. Поэтому говорить можно о том, что да, прогнозы сбываются, но это не те прогнозы, которые хотелось бы увидеть воочию. Ну, таким образом мы видим, что действительно меняется климат, действительно меняется потихонечку наша планета, потому что я до сих пор вот хорошо помню, что вторую половину августа я всегда вот в детстве ходил в куртке. Ну, то есть уже вот всё, вторая половина августа, это была такая прохладная погода с дождями, уже с пасмурной погодой без яркого солнца, и вот эти воспоминания детства у меня резко контрастируют с тем, что сейчас происходит. Ну, слушайте, даже это же в масс-культуре советской было отмечено, это знаменитая песня «Скоро осень, за окнами августа, от дождя потемнели кусты». Типа август уже всё, скоро осень, сплошные дожди. Какие дожди? Вот это, блядь, это ладно в Средиземноморье, и август вполне был себе летний месяц, всегда как бы, да? Но у нас же сейчас получается погода вполне Средиземноморская. Только одно плохо, у нас высокая влажность. У нас много, и вот эта вот влажность, она, в общем-то, создаёт вот такое ощущение, мы ж непривычны к такой погоде, и нам душновато, нам тяжело дышать. Мы плохо потеем в такой ситуации, а это тоже плохо, потому что перегревается организм. В общем, короче говоря, масса вещей, связанных с тем, что организм человека всё-таки приучен самой природой к тому месту, где он эволюционно живёт. Мы жители вполне прохладного региона, и сейчас этот регион становится горячим, и это вот поэтому и вызывает всевозможные проблемы, серьёзные проблемы. Что вообще планируется? Планируются ли какие-то на уровне Евросоюза мероприятия по смягчению вот этой ситуации? Насколько могут держать ситуацию вообще под контролем? Потому что мы понимаем, что ещё немного, и ведь это же хаос, это если возникает нехватка продуктов, если возникает какой-то дефицит, то это как лавина снежный ком, люди бросаются сразу же запасаться какими-то продуктами впрок, и это сразу создаёт ещё больше дефицит, создают чёрные рынки, инфляцию, какие-то теневые... Ну, то есть сразу же государство начинает рассыпаться и превращаться в какое-то вот спасение утопающих, белорусами утопающих. К сожалению, да, очень плохо слышно, вдруг пошли какие-то помехи, если можно, ещё раз. Я повторюсь, что в Асчинске Евросоюз достаточно богатый. Константин, вот идут, к сожалению, помехи, что-то случилось со связью у нас, непонятно что, не слышно совершенно, звук пропал. Я вас слышу. Да, вот сейчас всё в порядке. Я говорю, что Евросоюз достаточно богатая структура, которая может, допустим, помочь пережить вот этот вот период. Но надо учитывать, что у Евросоюза тоже со временем могут возникнуть проблемы. Например, проблемы энергетические. Какие мы сейчас видим проблемы? Резко уменьшилась в два раза выработка электроэнергии, потому что обмеление рейки и водохранилища. К сожалению, уменьшилась выработка метроэнергии. Да. Вырубил, да? Звук всё равно, вот, очень плохо, резко как-то упал у нас, и идут помехи на фоне звука. очень плохо. Ну, тогда, если можем, да, может быть, попробуем ещё раз. Мы сейчас ненадолго разъединимся, после чего попробуем снова связаться с Константином Рангсом. Может быть, на сей раз будет лучше соединение, и мы сможем продолжить нашу программу климат-контроль. Пока вот идёт соединение, мы говорим о том, что происходит сейчас в Европе. Да, Константин? Алло, сейчас нормально? Да, да, всё в порядке. Ну, вот, я могу сказать, что есть проблемы, которые есть проблемы, как сказать, глобальные, для всего Евросоюза. Вот это проблемы энергетические. Сейчас мы видим, что резко сократилась выработка электроэнергии, потому что нет дождей, пересыхают реки, водохранилища. Второе. Ветер. В условиях антициклона нет сильных ветров. А когда это сменяется шквалами, то ветроустановки тоже не могут нормально работать. Их приходится, как говорят, флюгировать, чтобы поток воздуха их просто-напросто не вырвал, не разрушил. И количество ветра летом было в два раза меньше как бы ветроэнергии от того, что рассчитывали. Да, хорошо работают солнечные батареи, солнечные станции. Но там тоже есть своя проблема, они покрываются пылью. Это плохо. Надо все равно сказать, что они, конечно, решают проблему значительной мере. Тем не менее, это я даже не говорю про газ. Проблема с атомными станциями в том, что не хватает воды для их охлаждения. А там, где она есть, она выше необходимой температуры. приходится уменьшать мощность работы реакторов. Это во Франции в первую очередь. Таким образом, получается такая вещь, что приходится возвращаться к старым проверенным энергетическим источникам, тому же самому углю, которого в Европе, по счастью, довольно-таки много. Но тогда возникает вопрос о том, что, а как же быть с нашей зеленой повесткой? Ведь как раз все же разговоры были, а об этом и многие эксперты упоминали. Правда, их тут же шельмовали, говорили, что они против прогресса и так далее, и так далее. А ведь разговор нашел о том, что изменение климата может привести к тому, что, например, ни гидроэнергетика, ни ветроэнергетика не будут способны заменить традиционные имеющиеся, так скажем, энергетические возможности. Атомный энергетик, конечно, хорошо работает, особенно там, где атомные станции стоят на берегу моря. Море все-таки у нас это большой ресурс именно для охлаждения этих станций. И поэтому они могут выдавать большое количество электроэнергии. В свое время не вкладывали больших денег в строительство так называемых приливных или, например, так как current электростанции, это электростанции, которые используют морские течения. Были эксперименты в Шотландии, пробовали, очень неплохо получалось во Франции, это приливные станции. Но считалось, что гораздо проще и эффективнее ставить солнечные батареи и ставить ветряки. А вот сейчас возникает вопрос. изменение климата будет продолжаться и может так статься, что ветроэнергетика окажется не самым лучшим решением. Нужно что-то другое решать. Мы помним, как еще в прошлом году эстонцы говорили о том, что они смотрят на американские эксперименты с так называемыми контейнерными атомными электростанциями, которые могут давать электричество и не нуждаются в таких мощных системах охлаждения, как вот эти классические атомные электростанции. То есть, в принципе, надо, что называется, искать. Ведь, кстати, отказ от российского газа, он как бы декларировался уже где-то лет 7-8 назад. Как бы это была такая большая светлая идея где-то далеко впереди. Ситуация изменилась, но, к сожалению, оказалось, что климат изменяется далеко не так, как нам бы хотелось и как бы вот считали. Почему-то выпала вот эта важная составляющая, что не будет осадков и не будет ветра. Хотя, в принципе, изменение климата и вот этот рост жары это же не просто жара. Это означает, что над Европой устанавливается антициклон, область повышенного давления. А область повышенного давления она всегда характеризуется в центральной своей части слабыми ветрами. Ну, нету ветра и все. Откуда выберем? И опять-таки, мы можем сказать, что если есть ветер, мы можем решить проблему увеличением количества ветрогенераторов, улучшением их качества. С солнечными батареями ситуация, вроде бы, с одной стороны, можно больше солнечных батарей по настали. Это да. Но дело все в том, что солнечные батареи достаточно дорогая штука. И еще одна проблема. Солнечная батарея лучше всего работает при температуре около 20 градусов. Но никогда она превращается в сковородку, на которой можно жарить яичники. Цвет солнечной батареи, он темный. Они перегреваются. Эффективные солнечные батареи падают. И вот эти нюансы технические, иногда возникает впечатление, что наши политики по всей Европе, по всему миру и бюрократия не хочет вылезать во всякие тонкости, о которых говорят эти скучные специалисты, которые сидят и что-то говорят о проблемах переходов, витрины, турбулентности, что-то еще. Это скучно. Что объяснить общественность? Особенно, когда идет выборный период. Это везде. Но в нашей ситуации, в европейской я имею в виду ситуации, сейчас, конечно, будут лихорадочно думать о том, как этот вопрос решить. Потому что даже если сегодня мы бы перестали, выключили бы все свои автомобили, перестали бы ходить, только ездить на велосипедах, посадили бы свои самолеты, корабли бы начали спешно на них приваривать им пару парусов. Самой популярной бы стала профессия моряка парусного флота опять, потому что много нанолюбей. Вот даже в этом случае климат будет продолжать меняться еще не то что десятилетия, может быть и два столетия. Потому что уже столкнули, знаете, это как вы выбили, потратив небольшое усилие, камень из-под колес телеги или машины, который стоит на склоне. И она теперь катится вниз, все время набирая свою энергию. Вот что нужно понимать. Камень уже выбит. И поэтому сейчас нужно не столько даже думать о том, что мы тут выбросим сегодня, сколько нужно думать о том, как спасти ситуацию, как спасать тех людей. А тут же нужно четко понимать, что жара для нас губительна. Врачи хорошо бы рассказали подробности. Это люди больше потеют, больше дышат, выделяют чаще, чаще дышат, потому что им жарко. А как знаете, как собака, у которой нет потовых желез, вот она. И знаете, что еще? Какие удивительные вещи. Например, я прочитал, в какой-то европейском материале было написано, что люди, не желая потеть, обрабатывают свое тело антипреспирантами, то есть средствами против пота. А их механизм действия это закупорка потовых желез. То есть потеть для человека это способ понизить температуру тела. Но когда человек не потеет, он перегревается. Когда он перегревается, сердцу приходится работать быстрее, пульс растет. Кровь, между прочим, все равно она будет сгущаться. Как собака высовывает язык. Мы недалеко ушли от наших млекопитающих родичей. Это очень важный момент. вот такой перегрев приводит к тому, что не выдерживает сердце. А еще одна очень важная вещь, которая мало кто об этом думает. О ней как-то не принято говорить. Это проблема с почкой. Почки у людей начинают, что называется, отключаться, потому что они тоже не рассчитаны на ненормальную работу. А тут еще, видите, люди начинают думать о том, что у них происходит с мочеводелением. А это тоже проблема. Врачи как раз и говорят о том, что в жаркую погоду нужно следить за состоянием, как работают ваши почки. Что вы прошу прощения сливаете? Потому что если, например, один из самых опасных примеров, это то, что изменяется цвет мочи, она становится темной. Это означает, что вашему организму не хватает воды, чтобы нормально промывать. Ведь в нашем организме постоянно образуются продукты распада. И вот эти продукты, говоря совершенно таким общим языком, можно сказать, мы должны вымывать эти продукты распада. Если воды не хватает, это очень плохо для всего организма. То есть вот эта проблема, ее нужно решать в том числе человеку. А вымывать ее лучше простой водой? Потому что многие люди пьют в жару всевозможные лимонады, сладкие, газированные напитки и так далее. Ну, во-первых, наверное, можно прислушаться к опыту тех людей, которые живут в жарких странах. Обратите внимание, они не пьют там газировку, потому что известное дело. Что такое газировка, например, сахара? Сахар это калории. Вы, что называется, заливаете огонь керосином? Вот это тот же самый пример. Вы потребляете мороженое. Мороженое охлаждает только в тот момент, когда вы его кушаете. А потом эти самые жиры и углеводы, они как раз способствуют повышению температуры техники. Вот это тоже, кстати, такой нюанс. Вот, ну, это я, как связанный с гидрогеологией, могу сказать, что, конечно, минеральная вода, слабосоленая, где-то полтора-два грамма солей на литр и газированная, она, конечно, помогает справиться с чувством жажды. Если проблемы с желудком, тогда, значит, не газированную воду, но факт вот, что как вредно пить очень соленую воду, посмотрите, там же всегда написано содержание солей, вы выбираете натуральную минеральную воду, там указывалось содержание солей. Если больше единицы, то, в принципе, в жаркую погоду такую воду пить хорошо, но если больше трех-четырех граммов, вы должны понимать, что это опять-таки соли, это опять-таки перегрузка организма, повышение давления, в общем, человеческий организм такая отъюстированная система, настроенная, что каким-то бросаться из стороны в сторону не очень хорошо, и для каждого человека ведь свои правила, у человека допустим худощавого и здорового молодого он может себе позволить больше, а человек тот же самый диабетик или сердечник, у него, что называется, коридор возможностей резко сужается, но мы должны понимать, что чем жарче погода, чем выше влажность, тем этот коридор все уже и уже и уже поэтому сейчас такую жаркую погоду нужно следить за тем, чтобы регулярно выпивать лекарства, которые прописал врач, нужно иметь воду, взеял чистую воду, да, и эту воду нужно пить, нельзя надувать себя, как пузырь, вот сразу взял, говорят, в день нужно выпить полтора литра воды, вот я взял сюда, выпил полтора литра воды, знаете, как водяной водяной, и нет, лучше пить маленькими глотками, поэтому правильно пить, иметь к себе бутылочку, из которой вы будете постоянно прихлёпывать, это не проблема в наше время, но это очень, очень хорошо, если даже очень жарко, можно полить себя этой же самой водой из бутылочки, потому что если вы плохо потеете, или это вас смущает, но это действительно, мы должны понимать, что жара, это не просто, как говорится, жарко, и когда не так комфорт, это очень серьёзные нагрузки на организм, в принципе, в идеале можно было бы и к своему семейному врачу обратиться, посоветоваться, думаю, это ли откажется. Что касается может быть работы на удалёнке, возможность, например, договориться, чтобы работать из дома, это тоже выход, но для того, чтобы реже выходить, меньше выходить на улицу под палящее солнце. Ну, вполне, да, потому что во всяком случае дома вы можете себе позволить работать, выполнять работу, сидя в неближе, и таким образом, но работать-то вы все равно будете, если ваша задача там готовить баланс или что-то еще, писать какие-то документы, оправлять, обрабатывать, это же не важно, что на вас надето. А вот, идя в офис на улице, вы поневоле вы бы определяете какой-то дресс-код. И да, я согласен, что, конечно, работа на удалёнке в жаркую погоду, особенно для людей в возрасте или страдающих какими-то хроническими заболеваниями, это было бы очень правильно и правильно поступили бы те работодатели, которые подошли бы к этому вопросу с пониманием. По-моему, даже в ряде стран, где славятся своим дресс-кодом, Япония и Великобритания там вот отходят от строгих правил и разрешают на работе не носить пиджаки, галстуки и так далее. То есть, то, что ещё больше усиливает нагрузку на организм. Ну, тут вопрос же, что всегда что-то меняется, да, и, несомненно, может появиться какой-то новый дресс-код. Например, такой лёгкий, лёгкий, рукавка типа как из тонкого льна. Вот с одной стороны на тебе что-то надеет, строчка какая-то может быть, а с другой стороны ты, вроде бы, не слишком, так скажем, утеплён. Нет, ну, это уже, я думаю, специалисты в области технологии одежды, моды, они могли бы больше рассказать по этому поводу. Наши же, так сказать, если собрать с точки зрения природы, то наша задача это не перегреваться, пить достаточное количество жидкости, именно достаточное количество жидкости, и, собственно говоря, не высовываться на открытое солнце, потому что нужно понимать, что солнце сейчас, как говорят, условно говоря, злое. Между прочим, вчера ещё магнитные, позавчера магни-геомагнитные бури были, коэффициент возмущения был около 6, это не катастрофа, катастрофа, но, в общем-то, воздействует на людей негативно в сочетании с такой погодой. Так что и нужно понимать, что сидение, допустим, на пляже, или, например, что ещё страшнее, накаление вот самого себя, чуть ли не до красна, а потом прыгание в ледяную воду, там, где она ледяна, 10 градусов считается разница. Если разница между температурой воздуха и температурой воды 10 градусов, то резкое попадание в какую-то воду может закончиться просто под спазмом и всё. И всё. Ну что же, к сожалению, опять вот у нас чувствуется ухудшение связи, наверное, будем на этом завершать сегодняшнюю программу «Климат-контроль». Константин Рангс, журналист и учёный сегодня был с нами на прямой связи. Спасибо большое. Константин, удачного завершения недели, до следующей пятницы. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин